В Большом Зале Городского Дома Культуры учителя и ветераны педагогического труда. Все они главные герои торжественного мероприятия, посвященного Всемирному Дню Учителя. Теплые словопризнательности и поздравления с профессиональным праздником звучали со сцены от учеников и представителей районной и городской властей. В своем выступлении первый заместитель главы района отметил, что профессия педагога – это тяжелый труд, безграничное терпение и полная самоотдача. Особые словопризнательности в этот день адресованы ветеранам педагогического труда. Будущее любой страны – это в детях. И то, что вы даете, начиная с воспитания в детском саду, в школе, в средних учебных заведениях, и становится нашим будущим. Огромное вам за это спасибо. В 2005 году впервые в Ладинском районе была учреждена книга трудовой славы. Каждый год она пополняется новыми именами учителей, прославивших район. В этот день свои подписи на страницах оставили Александр Аликин, педагог Центра творчества имени Шарвашидзе, Любовь Ивлева, директор 29-й школы поселка Веселый, Эдуард Коноржевский, учитель 28-й школы Станицы Вознесинской, Татьяна Чернова, заведующая детским садом номер 7, и Александра Фролова, ветеран педагогического труда. За долгие годы работы в сфере образования эти педагоги проявили профессиональное мастерство, творческий подход к делу. В этот день Александр Семеряков вручил отраслевые награды учителям за большой вклад в развитие образования. Звание «Почетный работник сферы образования» присвоено учителю 4-й школы Антонине Дружининой. Почетными грамотами Министерства образования и науки России были награждены 10 педагогов и 10 учителей награждены краевыми грамотами. За многолетний и добросовестный труд в деле обучения и воспитания учащихся были награждены учителя, которые в сфере образования проработали несколько десятков лет. На празднике тем, кто достиг вершин мастерства в педагогической деятельности, влечили муниципальные награды в различных номинациях. На празднике учителя услышали славу благодарности, признательности и поздравления от главы города Александра Курганова. «Сегодня мы прекрасно видим, что ваши труды – это залог счастливой, стабильной жизни не только наших граждан, а наших городов, краев, субъектов и, естественно, нашей великой и богучей страны. Хотелось бы вас поблагодарить за ваш тяжелый, трепетный, но такой нужный и важный труд». Подарком для всех присутствующих в зале стало выступление творческих коллективов города. Наталья Литвиненко, Лилица Океан, Игорь Исаков, телекомпания «Лаба». Вы мир нам открыли, и где бы мы ни жили, а школа всегда будет в наших сердцах.